Ну все, садово-огородный сезон открыт, все начинает свеленеть, свисти. Работы, непочатый край. В прошлом году в это же время я делала видео, первое видео огородное, садово-огородное, и уже вот пролетел год, окажется, что только что вчера все это было. И вот опять мы уже садим помидоры, сеем морковку и так далее. И так круговорот такой в природе и в нашем огороде. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и чтобы не пропустить новости, жмите на колокольчик. Ну все, наступила пора высаживать помидоры, рассаду помидорную. У нас эта теплица 6-метровая, а вообще всего 3 теплицы. Обычно в такую теплицу входит у нас 4 ряда. Это вот помидорный ряд, в ней заливается вода. Я уже как-то в видео рассказывала, что мы садим именно вот таким способом, рытвенными, чтобы нечасто поливать. В середине у нас будут 2 ряда помидоров в шахматном порядке расположены, и вот эти к веревкам привязаны. Вот в этот длинный ряд входит примерно 17 штук, не примерно, а 17 уже, это уже проверено. Ну а в этот поменьше, по 15, потому что здесь походы. Этот ряд уже пролит, теперь кладу шланг сюда, и я могу поливаться здесь. Помидоры, они не сильно прихотливые, если корешки там отрываются, то ничего страшного. Вот как у меня они какие-то прям, не очень, расхватываются, то есть пудрявилось все. Соседскую служанку надо. А ты что умеешь делать? Помидоры умеешь садить? Нет, я умею по голове стучать кулаком. Ну такую нет, нам надо, который помидоры садит. Ну тогда до свидания. До свидания. Одна я в поле ковырялась. Вот эти вот хорошие помидорчики такие. Вот она, вот я не знаю, каким образом, вот я сажаю по сортам все, сею, но обязательно получается один несортовой. Вот этот вот, это совсем из другой серии, вот этот помидор. Вообще баклажаны растут с помидорами, не удивляешься. Бывает, что росата такая большая и нужно много в землю вот этого стебля заложить. Я какую-то такую горизонтальную ямку вот так кладу и вот так вот немножечко сгибаю и все, то есть корень у меня пойдет вот сюда. Но так как мы колья не забиваем теперь, то без разницы как колешок лежит. Раньше, когда колья забивали, тут старались запоминать, куда корень смотрит, чтобы колб туда не вбить. Вот этот у нас уйдет в землю, я его отрываю, чтобы он там лишний. Я царевна садовница! Ну что мне делать? Ну смотри, головой вниз несешь меня вот так, только так. Головой вниз давай. Вот, все, за другим иди. Так, у нас еще прибавилась помощница, уже видишь, как помогает. Клади вот сюда вот, так, нет, нет, подожди. Так, так, еще, еще сильней, еще лучше. Видишь, как сложно. Давай. Так, вот такие веревки, они у нас остаются даже в зиму и штыречки протыкаются в землю. Так, и помидорчик откручивается и растет, и по мере роста мы подкручиваем, подкручиваем. Ну вот, работа почти завершена, ну вот в этой птице еще не вся, конечно, тут не посажены перцы, баклажаны. Вернее, здесь будут еще ряд баклажанов здесь, а вот помидоры у нас все посажены, привязаны на все эти 28 поросятся на ниточках висят. Сейчас они, конечно, такие вяленькие, невеселые помидорчики, но через два дня я приду их сниму на камеру и они будут уже мне улыбаться. Ну, я так надеюсь, по крайней мере, с года в год это происходит. О секретах полива, вернее, не полива помидоров смотрите вот в этой ссылочке сверху и еще ссылка будет под видео. Пятый день помидорки стоят, но они немножко виловатые, потому что как раз стоит жара невероятная. Вот сегодня было 32 в тени, а сегодня 6 мая, то есть у нас, конечно, так редко бывает такая жарища. Хотя бывает, конечно, в начале мая жара, а потом начнется похолодание. Вот им, наверное, будет более комфортно прирастать. Но, в принципе, так-то неплохо. Вот привязывала, когда я здесь вот, и уже немножечко есть уже опять куда закручивать. А вот перцы хорошо переносят пересадку. Несмотря на сегодняшнюю жару, вот они стоят, как говорится, как огурчики зелененькие в пупырышках. В отличие от баклажанчиков, баклажанчики, конечно, ну они немножко у меня такие переросшие уже рассады, и им тяжелее дается пересадка. Так, ну вот помидорчикам 12 дней, они уже оклемались, стоят хорошенькие, зелененькие, крупненькие. И уже даже скоро их начну посанковать. Но пока вот таких больших пасылков-то не видно. Еще только такой маленький вот, маленький вот этот зарождается, но его еще пока рано убирать. Пусть подрастет. Кабачки мы тоже рано посадили под такие укрышки. А вот кабачки под укрытием хорошо прижились, набирают цвет, крупненькие уже. То есть я думаю, что недельки через 2-3, наверное, уже будут кабачки. С земляника у нас вот новая плантация с того года. Ну вот большим кустикам год, а эти маленькие подсажены уже в этом году весной. Так, 2 недели назад я пересаживала то, что отросло от старых кустов. Это вот уже третий год, это будет, наверное, урожайное. Ну так мы ожидаем. А это вот уже все старое выперло. Это будем совсем убирать. Участок будет отдыхать года 2, наверное. А может быть 3. И тюльпаны. Не знаю, слышно здесь, как пчелы жужжат.